Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз» Церковный календарь. Сегодня Великий Понедельник Страстной Седмицы, 10 апреля по новому стилю или 28 марта по старому. Литургия преждеосвященных даров на Страстной Неделе совершается три дня подряд – понедельник, вторник и среду. Также особенностью этих дней является то, что за три дня по утрам на часах прочитываются все четыре Евангелия. Либо, по другой традиции, если Евангелие читалось на часах в течение всего поста, то на этой неделе будет прочитано Евангелие от Иоанна. В различных храмах богослужения первых трех дней этой недели могут идти в разное время, поэтому необходимо уточнить расписание своего храма, дабы не пропустить ту службу, на которую вы хотели прийти. Будь то литургия преждеосвященных даров, утренне с пением тропаря «Се жених грядет в полунощи» или же «Великое повечерие». Итак, сегодня память. Мучеников Ионы и Варахисия и других с ними пострадавших в IV веке. Преподобного Илариона Нового Игумена Пеликитского VIII века. Преподобного Стефана Чудотворца Исповедника Игумена Триглийского. И мученика Баяна Янравота Князя Болгарского VIII-IX веков. Преподобного мученика Евстратия Печерского в ближних киевских пещерах подвязавшегося в XI веке. Преподобного Илариона Псково-Езерского Гдовского святого XV века. Из новомучеников священноисповедника Николая Постникова Пресвитера и священномученика Василия Малинина Пресвитера. И мученика Иоанна Чернова. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы почтим память мученика из числа верных мирян Русской Православной Церкви XX века. Мученик Иоанн родился в 1880 году в деревне Алексеевка Рождественской волости Боровского уезда Калужской губернии в семье крестьянина Алексея Чернова. Окончив сельскую школу, Иван, как и отец, стал заниматься сельским хозяйством. После прихода к власти безбожников и коллективизации крестьянских хозяйств, Иван Алексеевич из деревни уехал и устроился работать на Нарафаминскую фабрику. Но когда ее администрации стало известно, что он исполняет в Петропавловской церкви обязанности псаломщика, он тут же был с фабрики уволен, и ему пришлось вернуться в деревню. В 1938 году председатель сельсовета составил справку для НКВД на арест Ивана Алексеевича, поставив ему в вину, что дочь его была в монастыре, и сам он был устранен от работы в колхозе как религиозный элемент. Все жители деревни Алексеевка были прихожанами в Веденской церкви в соседнем селе Котово. Но к концу 30-х годов священники, служившие там, были арестованы, и Иван Алексеевич стал добиваться назначения в храм священника и возобновления богослужения. Составив соответствующее письмо, он ходил по домам крестьян, собирая подписи за открытие храма. В нем он писал, что жители деревни желают иметь своего священника, чтобы он мог исполнять требы, чтобы могла совершаться божественная служба, и просят, чтобы власти передали ключи от церкви, группе верующих и избранному от них, уполномоченному Ивану Алексеевичу Чернову, то есть ему самому. В день выборов в Верховный Совет Иван Алексеевич, придя на избирательный участок, вместе с бюллетенем, с наивной надеждой опустил в урну письмо на имя кандидатов депутаты от их района. Он писал, «Добрый день, многоуважаемый наш помощник и посредник народа Михаил Петрович. Мы вас посылаем все наши нужды рассказать перед высшими органами. Мы, граждане Советской Республики, считаем себя свободными гражданами по Сталинской Конституции. Можем свободно выявлять свои нужды от лица верующих в Бога и Святую Церковь. Посодействуй за нас, старичков и старушек. Дайте нам молиться Богу за весь мир и за вас, Михаил Петрович, чтобы нам под вашим руководством проводить тихую жизнь и ходить в церковь молиться Богу, где мы ощущаем отраду души. Мы радуемся за Конституцию, которая в статье 124 говорит о свободе от правления религиозных обрядов, что нам дороже всего на свете. Молодым нужно повеселиться, песни попеть, а нам, старичкам и старушкам, в Божий храм сходить, приобщиться и отпеть усопшего. Вот что нам дороже всего земного богатства. Все на земле временно, а за гробом вечно. Дорогие наши собратья и друзья, почтите нашу старость. Нам нужны псалмопения, молитва, пост, кротость, повиновение властям. Всякая власть от Бога. Глаз народа — глаз Божий. Дорогой друг народа, будь защитником партийных и непартийных, верующих в Бога и неверующих. Будь ко всем ровным. Конечно, письмо это сразу же попало в НКВД, для которого не представляло большого труда установить, кто его написал. Сотрудники НКВД приступили к допросам некоторых жителей деревни Алексеевка. И те показали, что Иван Алексеевич в марте 1938 года ходил по деревне, собирал подписи за открытие церкви в селе Котово и проводил религиозную пропаганду, говоря о необходимости веры в Бога и улучшения жизни через милость Божию, когда откроем церковь и будем молиться. 21 июня 1938 года сотрудник НКВД выписал справку на арест псаломщика, где в вину ему было поставлено, что он собирает подписи под ходатайством за открытие церкви. 28 июня Иван Алексеевич был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Следователь спросил, признает ли себя Иван Алексеевич виновным в контрреволюционной деятельности, на что тот ответил, что не признает. Были вызваны на очные ставки с ним лжесвидетели, но Иван Алексеевич отверг все их показания. 13 августа следствие было закончено, и 19 сентября 1938 года особое совещание при НКВД приговорило псаломщика к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь, и он был отправлен в один из беломорско-балтийских лагерей. Иван Алексеевич Чернов скончался от голода в лазарете 14-го лагерного пункта Семеново-Пудышского района Карелии. 10 апреля 1939 года и был погребен на кладбище в километре от лагеря в безвестной могиле. Святый мучениче Иоанне, моли Бога о нас! До новых встреч, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok